Недельная глава Китиса Когда будешь пересчитывать сыновей Израиля, когда ты вознесешь головы сыновей Израиля. Здесь говорится в начале главы о пересчете сыновей Израиля, как каждый из которых должен был дать искупительный дар за свою душу. А Муше удивился, какой дар можно дать, чтобы искупить душу. И Творец говорит, чтобы богатый не дал больше и бедный не дал меньше половинки Шекеля. Половинку Шекеля, священного, 20 монет Гера. Каждый еврей, какой бы он ни был великий в Торе, в благотворительности, Он только половинка. И только весь еврейский народ вместе, он составляет единое целое, про которое сказано, вы называетесь человеком. И вот наша глава описывает самое страшное испытание еврейского народа, когда на сороковой день после дарования Торы был сделан золотой телец. И написано в Торе. И дал Творец Моше после разговора с ним на горе Синай две скрижали свидетельства. Крижали каменные, написанные перстом Сисиевым. Наши мудрецы говорят, что когда мы стояли у горы Синай и поднялись на уровень пророков, и на головах у нас были две короны, полностью вышло из наших сердец дурное начало, и ангел смерти не имел власти над нами. Но как это возможно, чтобы был в мире народ, который на уровне ангелов? А с другой стороны, наши мудрецы задают вопрос, но как это возможно, чтобы на сороковой день после дарования Торы мы могли разрешить, чтобы в нашем стане был сделан идол, золотой телец? Как это возможно? И мы должны понять, о чем идет речь. На самом деле, когда Моше седьмого Сивана на следующий день после дарования Торы поднимается на гору Синай, и он предупреждает, что на сороковой день он вернется, и евреи делают счет, он поднялся седьмого Сивана, значит, с шестнадцатого Томуза он должен вернуться, а он не возвращается. Прошло уже шесть часов, шеш, а он не вернулся. И тогда приходят евреи, а на самом деле это были сброд народов, эр-эврав, которые присоединились к евреям после выхода из Египта и обратились к Агарону и сказали, «Встань и сделай нам зримый образ, который пойдет перед нами, потому что этот человек Моше, который вывел нас из земли египетской и пропал. Мы не знаем, что стало с ним». А Тора Медраж объясняет, что Сатан показал им картину, как поднимается тело Моше на носилках, то есть показал им, что Моше умер. И тогда, чтобы протянуть время, говорит Арон, «Принесите мне золотые украшения ваших жен и дочерей». Он хочет, чтобы это были ссоры в доме. Женщины не захотят отдавать, мужчины будут их заставлять, а пока придет Моше. Но женщины наотрез отказались. И тогда мужчины срывали золотые серьги, обручи с рук и ног и отдали. И были два сына Билама, которые были колдунами. И они собрали все это золото и принесли Арон. И он бросил это золото в огонь. И вышел золотой телец, который двигался, который ел. И тогда сказали этот сброд народов, Эр-Эв-Рав, «Эл-Эл-Окейха, Исраэль!» Это Бог твой, Израэль, который вывел тебя из Египта. И отвечают наши мудрецы в трактате Абодазара, четвертый лист. Сказал раби Йоханам, вот имени раби Шимона Бар-Йохая, «Не могло это поколение совершить такой грех, потому что трепет перед Творцом был в их сердцах». Но как же это было совершено? Сказал Рабиушо Бен Ленин. То великое поколение, которое называется Тор-де-Ад, поколение, благодаря которому спустилась Тора в мир, они сделали золотого тельца лишь для того, чтобы была возможность у будущих поколений раскаяться и вернуться. Если они скажут, ну как мы можем вернуться, ведь мы уже настолько погрязли в грехе, идите и выучите из поколения, получившего Тору. На сороковой день среди них сброд народов эры в Рав сделали золотого тельца, и часть евреев пошло за ним. И когда Муше спускается с горы Синай с двумя скрижалями и видит еврейский народ, который пляшет и веселится перед золотым тельцом, он разбивает скрижали завет. И он говорит, кто с Творцом ко мне? И колено леви полностью приходит к нему и убивает тех, кто служил идолом. И Муше Рабену сжигает золотого тельца и возвращается на гору Синай, чтобы просить Творца о прощении. Прости их, а если нет, сотри меня из книги, которую ты написал. И Творец принимает его просьбу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова